Всем здравствуйте! Сегодня в нашем видео мы будем рассматривать обработку воротника переходящего, можно сказать, в галстук или бант. И рассмотрим, как это сделать несложно. Сейчас я раскрываю, потому что я сама снимаю и показываю. И как обработать несложно. То есть сегодня я вам покажу секретик, лайфхак, как без проблем обработать именно планочку, так чтобы у нас шов проходил и с одной стороны, с лицевой стороны, вот отделочный, и с изнаночной стороны. И это все проходит одной строчкой, и мы все-все как бы вместе вот с вами задеваем и прострачиваем. При этом немножко тоньше идет обработка по лицевой стороне. Вот она идет прям рядышком-рядышком, и немножечко больше, буквально на один какой-то миллиметр, будет идти по изнаночной. Итак, сегодня мы рассмотрим с вами бант, как это все вместе связать, как это все вместе сделать, чтобы это получилось аккуратно и без проблем. Подготавливаем детали. Вот у меня деталь. Это будет планка. Сейчас она у меня шириной 8 сантиметров. Будет пришиваться, и в готовом виде она будет 3 сантиметра. То есть по сантиметру я сделала припуск на шов. И таких мне нужно будет две детали. По 3 сантиметра необходимо вырезать. И из флизелина или дублерина полоску, которому мы будем планочку укреплять. Вот я их подготовила и складываю, потому что мы сейчас будем их клеить. Также в этот узел попадает и обработка горловины, и сразу пришивается бант. По раскрою банта. Он кроится не сложно, потому что мы при раскрое делаем прямую линию. Выкроила я его по косой, вот косое направление. И при этом, смотрите, по косой идет прямое направление, но я имею в виду прямая линия. Вот эта часть пришивается к линии горловины, а вот это как бы высота стойки. Вот здесь вот вы откладываете высоту стойки, которая вам необходима. У меня это вот, смотрите, 4 сантиметра. Даже чуть-чуть больше 4, ну вот здесь смотрится, потому что вот этот уголочек, я его вот так вот буду срезать еще. И если мы возьмем под прямым углом, смотрите, вот я выкладываю линейку, видите, у меня вот этот край, который идет к горловине, я его срезала и срезала миллиметров на 7. Вот если я вот так вот положу, вот это была ровная линия, а я срезала миллиметров на 7. То есть сейчас я вот так вот вам положу. Сам срез, который я убираю наискось, идет именно к линии высоты стойки. Вот не к линии горловины, а высота стойки. То есть здесь мы делаем меньше для хорошего прилегания, чтобы лучше прилегало. Подготовив вот такие детали, сначала я здесь и разложила в разутюжку. Излишки вот здесь вот уголочков посрезала, чтобы они мне не мешали. И теперь перехожу именно к планке. Идем утюжку на гладильную доску. Начинаем с планки. Я их утюжу. Складываю вместе срезы, ровняю и заутюживаю. Это необходимо сделать для того, чтобы мы нашли серединку. При этом, когда утюжу, саму планочку я не растягиваю. То есть я имею в виду натяжение, я никакое не даю. В зависимости от вида ткани. Есть ткани, которые хорошо-хорошо утюжатся и сразу вот так вот складываются плоско. То есть получается очень плоско и хорошо. Есть ткани, которые сразу плоско не выкладывается. Вот это вот поверхность. Поэтому можно использовать вот такую вот, да даже можно взять книгу, можно взять кусочек, какой-то деревянный брусочек сделать. Либо сделать вот такую вот болваночку. И вот когда мы проходим по шву или по какому-то сгибу и вот так вот придавливать. Таким образом забирается уже и излишки влаги и при этом хорошую плоскость мы получаем. Заутюжив, ну я так по одной буду вам показывать, вторую делаем точно так же. Раскладываем. Внутри у нас изнанка к изнанке. И теперь вот я раскладываю таким образом, чтобы наклеить дублерин. Сам дублерин подвожу к самому-к самому сгибу. Вот так вот. И его проклеиваю. Можно и вот так вот проклеивать, чтобы он приклеивался. Можно идти прям по дублерину. В зависимости от того, насколько он клейкий, иногда удобнее сделать именно вот так вот. И подождать нужно пока будет. Сейчас я вот немножко с паром, потом без пара. И нужно будет подождать пока полностью-полностью остынет. Пройду с одной стороны, а затем переверну и пройду с другой стороны. Таким образом, клей хорошо-хорошо должен приклеиться. Ну вот так вот прохожу. Теперь ждем пока остынет. Проутюжив, остываем. Когда остыл материал наш, работаем дальше. Разворачиваем вот таким вот образом. И заутюживаем вот как раз один сантиметр, который есть, до дублерина одну только сторону. То есть вот так вот проходим от начала до конца. Для удобства работы, что можно сделать, чтобы была именно прямая линия. Вот здесь вот провести линию прямую на один сантиметр, отступив от среза. И тогда, когда вы будете заутюживать, вам нужно так сделать, чтобы именно вот эта вот линия, она просматривалась. У меня будет это водорастворимый маркер, поэтому если он даже будет виден, он потом исчезнет у нас. Вот что у нас должно получиться. Видите, один край подогнут. Это именно край там, где дублерин. Вот так вот. И сама вот эта часть, которую мы заворачиваем, она в принципе немножечко-немножечко как бы подклеивается. Далее, вот так вот в таком виде заутюживаем, накладывая наверх вот этот второй срез, который остался. Для чего делать, я рекомендую именно так. Потом вы в процессе, когда вы будете пришивать планку, мы можем пришить одним швом. Вот сейчас я вам вот так вот пройду одну планочку и покажу, что у нас будет именно вот этот срез. Вот так я частично сейчас заутюжу покажу. Поближе пусть оператор придвинет. Смотрите, вот второй край среза, он немножко выступает. Ткань рябит. Ну вот смотрите, вот так вот поближе видите. Этот край буквально на миллиметр, на полтора, он идет как бы шире. Да, вот здесь вот 3 сантиметра, а с другой стороны с изнаночной будет 3,2. И когда мы будем прокладывать отделочную строчку вот по краю, по лицевой стороне, то естественно мы ровненько и красиво вместе, как бы одним швом, сможем прошить и изнаночную сторону. Проутюжив по всему краю. Вот видите, у нас получился вот такой вот бортик. Я теперь раскрываю его. Ну, как бы, вот эти части разделяю. Разделив, буду проутюживать по лицевой стороне. То есть вот у меня внутренняя часть вот такая вот, да. А я сейчас раскрываю и смотрите, вот этот край подогнутый вот так выкладываю. И прохожу по самому краюшку еще раз утюжком. Чтобы этот край был хорошо-хорошо закреплен. Проходя по этому краю, ни в коем случае мы его не растягиваем. Потому что деформироваться легко. Может именно ткань одна, а потом ее собрать вместе. Можно вот так вот с паром пройти еще. Вот мы закрепили. После чего вот так вот накладываю один на один. Ну, то есть вместе. И еще раз прохожу, чтобы уже было все четко-четко здесь проутюжено. Если вдруг у вас где-то какой-то там, ну, миллиметр, там полмиллиметра какая-то будет где-то больше, где-то меньше. Но я именно вот здесь вот, изнутри. Это не будет так страшно, потому что снаружи вы однозначно пройдете. Будет ровненько, а изнутри вы однозначно захватите. Но если у вас там не получится уже идеала, такого прям сильно-сильно идеала, то его, по крайней мере, хоть видно не будет. Но все равно вот таким вот образом будет намного-намного аккуратнее. Теперь начинаем собирать все вместе. Складываем. Вот линия горловины, ублузки. И измеряем длину. Планочка будет нашивная, поэтому я измеряю сейчас строго до края. Таким образом сам воротничок немножко зайдет на планку. А далее будет планка как бы свободная. То есть именно немножко, вот этот сантиметр. Будет свободная, и там будет воротничок завязываться. То есть промеряем. И промерять я буду, смотрите, вот не по самому краю, не по самому срезу, а чуть-чуть дальше, потому что именно вот здесь мы будем пришивать. И, соответственно, немножечко длина... Вот я взяла, уже потянула. Длина будет меняться. Старайтесь, чтобы вот этот вот край, по которому вы ведете, был одинаковый. Но я имею в виду не вот так, не куда-то, а вот одинаково. Вот сейчас промеряем. И вот я получаю 23,5. Теперь беру... Складываю вместе. И мне нужно здесь отмерить 23,5. Отмеряю. 23,5. Складываю вот здесь, делаю надсечку. И теперь от надсечки до надсечки будем прокладывать шов. Вот здесь я скрепляю булавочками ту часть, которую я не буду сшивать. То есть мне нужно найти до надсечки. Вот так вот совмещаю, совмещаю. Вот идет надсечка. Себе могу тоже взять еще пометить поярче, чтобы было. Потому что с одной стороны у меня была надсечка. И она была отмечена маркером. С другой просто надсечка. Значит, теперь я вот от этой точки, вот так, вот так, вот так вот, и сюда прокладываю строчку. То же самое делаю с другой стороны. Значит, это то, что я сейчас сделаю с самим бантом-воротником. С планкой. Значит, вот здесь вот все-все ровняем. Здесь я вижу, что мне нужно вот чуть-чуть этот отрезать. Для того, чтобы выйти... Вот сюда, чтобы была здесь у нас уже вот такая вот, видите, чтобы была ровная линия. Вот почему я отрезала, чтобы была ровная линия. Далее берем планочку. Отгибаем вот этот краешек. А делочную строчку, конечно, будем пришивать тогда одной, одним швом, чтобы она была у нас красивенькая. Отгибаю и прикладываю вот так вот. И прокладываю строчку сверху донизу, попадая в эту канавку. Ну вот я буду, когда буду пришивать, сейчас я булавочками вот так вот закреплю. И тогда мне будет как бы работать удобнее. Но еще здесь один момент. Смотрите, вот здесь идет полосочка. Канавку сейчас я определю, где она у меня находится. Вот она у меня будет идти по вот этому краю. И я, скорее всего, буду шить сейчас не по канавке, а именно по полоске, чтобы выйти на такую ровную-ровную полосу. А вот здесь, если у меня какая-то часть миллиметра уйдет куда-то не туда, все заутюжится и будет красиво, видно не будет. А если мы вот здесь вот шов сам будем прокладывать здесь, а потом вот здесь вот залезем, то вот это будет видно. Поэтому если полоска, сделайте лучше вот так. Теперь давайте рассмотрим, как вывернуть красиво, чтобы у нас получился уголок. Я когда прокладывала строчку, вот здесь вот я перешла на мелкие стежки, до края дошила, но при этом закрепку не делала, завязала на два узелка и оставила вот такие вот длинные-длинные ниточки. То есть эта нитка у меня одна с челнока, одна выходит обычно. Сдеваю в иглу, а теперь разделяю вот так вот срезы, помещаю сюда иголочку и продеваю ее вот вовнутрь. Вот так вот. Сам-сам уголочек. Ну, чтобы нам игла не мешала, я ее вот так сейчас вытаскиваю. А сама ниточка, видите, уже втягивается. Все, иглу я убираю, она нам не нужна. Начинаем выворачивать. И выворачивая, сейчас нам эта нитка как раз и пригодится. Вот так вот я себе помогаю. Вот я вытащила, расправляю края, потом мы все это заутюжим. И теперь беру нитку. Вот она у меня есть. И смотрите, как вытягивается красиво-красиво уголочек. Теперь мы его заутюживаем. Вот так вот. И получаем красивый уголок. Далее работу продолжаем. Вот у меня уже пришиты. Показываю вам так, укрупненным планом. Вот пришита у меня планка. И теперь дальше, что я делаю. После того, как выверну я и все хорошенечко разутюжу, буду прикладывать в один слой. То есть не два вместе, а в один. К середине спинки. Вот так вот. И прокладывать строчку. У меня все должно закончиться. Вот здесь, смотрите, мы еще не проутюжили. Давайте я к тому краю поведу. Мы должны зайти вот сюда на планочку. Видите? Буквально на один сантиметр. И я прокладываю строчку. Вот так вот сюда проложила строчку. Закрепку не делаю. Опускаю чуть-чуть вниз деталь воротника банта. И накладываю по линии сгиба сюда планочку. И вот так вот шов я заканчиваю. То есть, смотрите, вы можете дойти до вот этого места. Можете дойти вот сюда. Обрезать, если хотите. Если хотите булавочкой, как угодно. И вот так вот проходим, где мы сделаем закрепку. Один и второй край. Вот так вот у нас получается с лицевой стороны. Видите? Вот у нас воротничок. Дальше идет в свободном полете. И мы его будем завязывать на бант. Вот так получается с изнаночной стороны. С изнаночной стороны я беру сейчас и вот этот вот краюшек, смотрите, вот так отвожу в сторону. И делаю на отсечку по срезам. Вот так. И мне нужен здесь именно сам воротничок. Вот так вот. Излишки. Вот здесь я могу высечь то, что планка там была. Она мне не нужна. И теперь у меня прекрасно получается, что все запаковывается вот так вот сюда в планку саму. А вот эта часть, я ее подгибаю. И вот так вот в подгиб прохожу вручную полностью по воротничку. С другой стороны делаю то же самое. Тоже надсекаю. Вот здесь, смотрите, планку можно сразу вот так сделать. Высеть, чтобы она нам не мешала. Рассекаю до края планки. Вот именно где был край планки. Планка, еще вот это вот, смотрите, тоже нужно высечь, чтобы его не было. Планка запаковывает весь шов. А сюда, вот так вот в ручном варианте, я запаковываю все срезы, которые идут по горловине. Прохожу, делаю отделочную строчку по краю. Низ, вот здесь вот низ привязывается. Низ делаю то же самое. Смотрите, по низу сейчас я кругом сделаю обработку оверлаком. Затем вот так вот я беру, прокладываю здесь строчку, делаю закрепку, выворачиваю. Вот, представляете, давайте представим, что вот я уже вывернула. Здесь у меня шов, здесь можете сделать шов чуть-чуть больше, я имею ввиду по ширине. И таким образом сразу подворачивается низ. Обрабатываем низ и уже у нас будет все готово. Вот видите, все у нас получилось. Воротничок пришит вручную. Вот так вот выглядит с лицевой стороны. И вот вторая сторона. Тоже давайте ее рассмотрим вблизи. И вот лицевая сторона. Все готово. Желаю всем удачи. Сшейте, пусть у вас все получается. Всем пока.